Северский район Муниципальное образование считается одним из самых перспективных на территории Краснодарского края. Объем промышленного производства превысил 188 миллиардов рублей, что позволило Северскому району попасть в тройку лидеров в краевом рейтинге по темпам роста. Для развития промышленности в район привлекаются новые инвестиции. Нефтеперерабатывающая промышленность уже много лет остается для экономики определяющей. Два крупнейших завода ООО «Афибский НПЗ» и ООО «КНГК» и «НПЗ» проходят масштабную модернизацию. В селе Львовском прошло торжественное открытие первой очереди завода по производству грузоподъемного оборудования «ГОСТ». Строительство завода стало возможным благодаря инвестиционному соглашению. Это действительно значимое событие для самого предприятия и экономики района. Буквально год назад было подписано соглашение инвестиционное, сейчас оно реализовано успешно. Я поздравляю с этим событием всех нас и надеюсь на то, что и даже уверен в том, что в нашем районе будет дальше строиться, развиваться и бизнес, и предприятия, которые будут работать на благо и Кубани, и России в целом. Северский район богат крупными предприятиями и малыми фермерскими хозяйствами, многим из которых в новых экономических условиях приходится нелегко. Тем не менее, все они работают и продолжают развиваться. Сельское хозяйство района внедряют современные технологии и улучшают производственную инфраструктуру. Немало средств вкладывают в обновление парка сельскохозяйственной техники. Основные точки роста в сельском хозяйстве – повышение эффективности действующих производств, реализация действующих инвестиционных проектов и привлечение новых инвесторов. Благодаря мерам господдержки развиваются малые формы хозяйствования. Северский район уникален. Близость к столице региона и разнообразный природный ландшафт притягивают не только жителей Кубани, но и гостей из других регионов. Пользуются спросом и туристические маршруты. Вскоре наш район станет частью краевого проекта под названием «Большая Кубанская тропа». Она пройдет практически через весь Краснодарский край. В Северском районе в рамках проекта утвержден пилотный маршрут, стартующий на Крымской поляне. Он пройдет через Планческие скалы с переходом через горы в Креницу, к морю. Визитной карточкой района считается гора Собера-Оашх. Ежегодно весной по инициативе районного географического общества проводится мероприятие «Чисто Собер». Окрестности горы Собер-Оашх убирают от мусора волонтеры. В этом году мероприятие собрало около 200 добровольцев. На Собере также проходит открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх». Этот праздник здорового образа жизни стал уже традиционным в нашем районе и прошел уже 12-й раз. На Собер приезжают не только жители района и края, но и самых разных точек нашей страны. Региональный проект формирования комфортной городской среды позволяет благоустраивать общественные территории и превращать их в настоящие островки отдыха для местных жителей. Благодаря проекту в станице Северской появился новый современный парк «Сосновая роща». Благоустроили сквер в станице Смоленской. Открытие обновленного парка стало настоящим подарком для жителей поселения. Субботники стали неотъемлемой частью жизни Северского района. Еженедельно администрации городских и сельских поселений проводят мероприятия по благоустройству и наведению санитарного порядка. Впервые район принял участие в экологическом проекте «Нокеан Эко-челлендж» «Россия без шинных свалок». Благодаря проекту с территории района вывезено более 38 тонн отходов. Северский район – место, где в мире и согласии живут десятки наций. Создано уникальное учреждение «Центр национальных культур», которое проводит массовые и досуговые мероприятия для жителей района. На базе центра работает муниципальный ансамбль песней танца «Весна», номера которого зрители уже оценили по достоинству. Северский район – территория спорта. Спортсмены принимают участие в российских соревнованиях различных уровней. Копилка района регулярно пополняется золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Национальные проекты дают возможность привлечь федеральные ресурсы под реализацию масштабных целей и задач. Северский район принимает участие сразу в нескольких национальных проектах. Благодаря реализации краевой программы «Дети Кубани» новое жилье получили более 40 юношей и девушек, оставшихся без попечения родителей. К домам подведены все коммуникации – газ, свет и вода. В самих квартирах сделан косметический ремонт, установлена необходимая сантехника. В реализации национального проекта по повышению производительности труда участвуют два предприятия – агрофирма «Кубань» и «Кубань-экопродукт». Среди праздников и памятных дат особое место занимает День Победы. Праздничный парад в честь Дня Победы в Станице Северской стартовал с акции «Бессмертный полк». В этом году памятное шествие собрало множество участников. С фотографиями своих солдат, героев войны, они торжественно прошли по главной улице Станицы. Сегодня участников тех событий почти не осталось. Но именно они – главные герои Парада Победы. В преддверии праздника глава района лично поздравил всех ветеранов. В Северском районе живут целеустремленные, бережно хранящие свою историю люди, открытые всему новому. Во всех успехах нашего района прежде всего заслуга жителей, ведь именно жители и создают его уникальность. И это особенно ярко ощущается в День Рождения, когда каждый чувствует свою причастность к судьбе нашего общего дома. Из года в год преображается и расцветает наш Северский район. Сегодня в районе функционируют 4 точки роста. Строится новая школа, ремонтируются библиотеки и дома культуры. Проводятся капитальные ремонты зданий и сооружений в отрасли образования и спорта. Появляются новые современные парки и скверы. Потому что главное для каждого жителя нашего района – это дети. Дети – будущее нашей огромной великой страны. И мы создаем все условия для их гармоничного, счастливого и светлого будущего.